Роми Шнайдер В 1958 году Роми пригласили на съемки во Францию, но она даже не подозревала, что эта поездка во Францию навсегда изменит ее жизнь. Олен Делон, ей было всего 19, Олену 22. Вместе они были всего 5 лет и даже были обручены, но так и не поженились, но это не помешало им стать ярчайшей парой 20 века. Красивая австрийка и горячий француз любили друг друга так, что повсюду летели искры, но, увы, пара рассталась, не выдержав испытания верностью, славой и расстоянием. Роми Шнайдер Стал тяжелым ударом для Роми. Только в 1966 году она встретила человека, которому удалось вновь вернуть ее к жизни, немецкого актера и режиссера Гарри Майна. Она переехала к нему в Германию, родила сына Давида, стала сниматься в кино. Казалось, жизнь Шнайдер начала постепенно налаживаться. Но неожиданно опять возник Олен Делон. Один-единственный звонок полностью разрушил ее спокойную жизнь. Олен предложил ей вместе сняться в фильме. Он успел расстаться с Натали и попросил бывшую возлюбленную стать его партнершей в картине «Бассейн». Былое чувство к Делону вспыхнуло с новой силой. Газеты трубили. Роми Шнайдер и Олен Делон вместе. И Гарри Майер поверил. Мужчина покончил с собой, повесившись в своей квартире и при удушении использовав платок Роми. Воссоединение пары на экране не могло не породить кучу домыслов. Однако во время съемок фильма у Олена был роман с Мирей Дарк. О Роме писала в своем дневнике. Делон, нет ничего холоднее ушедшей любви. После смерти мужа Роме вновь пришлось начинать жизнь заново. Позже она вышла замуж за своего секретаря Даниэля Бьязини. У них родилась дочь Сара, но брак закончился разводом. 81-й год был очень тяжелым для Роми. Она развелась с мужем, ей удалили почку. Но самое страшное случилось 5 июля. Ее 14-летний сын Давид в тот день забыл ключи и решил перелезть через высокую металлическую ограду. Но потерял равновесие и упал на острые шипы забора. Истекающую кровью мальчика доставили в больницу. Но было уже поздно. Прути ограды были слишком острыми. Похоронив сына, Роме впала в глубокую депрессию. Пачками ела лекарства. Но это не помогало. Тогда актриса стала чередовать их с алкоголем и наркотиками, чтобы хоть немного заглушить боль от раны, которая образовалась в ее сердце. 29 мая 1982 года Роме была найдена мертвой в своей парижской квартире. По официальной версии, она умерла от разрыва сердца. Аллен Делон просто отказывался признавать, что прекрасной Роме больше нет. А для нее самым сильным и прекрасным чувством в жизни была любовь. Любовь к тем, кто был дорог больше всего на свете – сыну Давиду и Аллену Делону. Это чувство переполнило Роме, но она не могла дадить его им. Один был мертв, а другому ее любовь была не нужна. И кто знает, может быть, поэтому и не выдержало ее сердце.